Ох ты, на второй панельке только что увидел смерть. Да-да, я тоже увидел. Классно. Вот, и пять человек выходит, сейчас будет с нами общаться. Да, косплей офигенный. Вот он опять повторяется. Здравствуйте. У меня много фанатов. Билл Гонзалес. Привет, ребята. И с дизайной стороны у меня, Алекс Сун. Спасибо. Мэтт Купер. Привет, ребята. И человек, который будет начать нас, Ричард Ку. Здравствуйте, Близзкон. Так, я потише сделаю, они читают громко. Поднимите руки, говорит, все, кто поиграли в эту замечательную игру. Я поднял бы. Я не играл. Ну что ж, говорит, за все два года, когда мы общались с вами, вы использовали наш движок. Мы смотрели, что вы делаете, анализировали. А сегодня, говорит, мы вам расскажем, что мы придумали и покажем всех наших героев, расскажем все подряд. Мы, говорит, смешали все вкусности из всех вселенных. Правда, он это рассказал как мороженое. И вот сейчас покажем, что у нас получилось. Так, я думаю, может нам на всякий случай обновить страницу до того, что мало ли лагать будет. Да не, у меня не лагает. Ну что ж, сейчас покажут нам всем героев, которые есть в самой игре. Это был Рейнер, потом забыл, кто перед ним. Диабло. Вот, естественно, когда мы всех героев объединяли, мы, естественно, продумывали, что они будут делать. Объединяя три вселенной, мы думали, что же будет тот или иной герой делать и что он будет из себя представлять. Да, вот, меня все-таки попросили обновить, потому что я лучше обновлю, пока они ничего не делают особо. Вот, какие у него будут заклинания. Вот, и поэтому, когда всех героев мы собрали, мы нарисовали такой небольшой арт. У меня? Да, да, да. Перезвонить? Не-не-не. Вроде все. Вот, после того, как мы сделали концепт-арт, мы сюда перерезали, вот такой аптетик. Да, концепт-арт нарисовали, продумали и дали каждому герою что-то свое. Мы думали, что мы могли поставить в универсое что-то из World Warcraft, может быть, Sanctuary, или даже место из Starcraft. Но, чем мы думали, чем мы хотели, чем мы хотели, что они нам показывали. Это вчера показывали, я не помню, что это. Но это, видимо, тоже объединение Нексуса. Нексус, это первый раз. И когда мы все это придумывали, мы, естественно, думали, как же это все объединить в одно. Холодно, чуваку. Все говорят, знаете, про наши игры, про наши франчизы. Что же мы можем еще придумать? Я хочу футболку, какой у этих чуваков. Сличом, синенькие. Вот. Но при создании, естественно, мы должны фантазировать, а фантазия, как вы знаете, у нас хорошо работает. И сейчас мы, говорит, вам покажем, как мы придумывали архитектуру тех или иных карт. Допустим, вот они, первый концепт и все, что вас будет окружать. Вот. И, естественно, нам нужно сконцентрировать наше внимание не только на окружающем мире, но и на размере наших героев. Вот. Вот. До этого был концепт нарисованный, сейчас же все это в 3D-моделях. Да, моделированный. Вот. И когда мы это все моделировали, естественно, мы... Они стали прочувствовать, как это будет вообще выглядеть в игре, как это будет работать. К примеру, вот эти вот здания. Это, говорит, не просто здания, а эти здания, они на самом деле принимают полное участие в игровом процессе. Вот. Дракончик — это, говорит, первый наш концепт, который излагал огромное пламя. А он двигался, шевелился, то есть он полное участие принимал в сражениях. Классно все, да, нарисовано? Да. Причем в стиле, как бы, именно Вовки, то есть Warcraft еще такого, то есть... Прикольно, Задре, активировался. Ага. Щиты такие. Мне графика шикарная, это скажем. Да, офигенно. И главное, что она выдержана в стиле Warcraft. Ну да. Да. Сейчас нам просто показывают саму территорию, и вот сады, как они все это делали, рисовали. У тебя тоже, да, небольшие такие дергания есть? Да, 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 я думал, что это у меня, но... Нет, у меня тоже дергается. Вот, к сожалению, говорит, не все наши наброски перешли в игру, потому что некоторое нам пришло откидывать. Вот, мы, естественно, хотели как можно больше перенять хорошего из всех наших игр, но, к примеру, гоблины и огры, они не приняли особого участия в нашем этом моде. Поэтому вы их не увидите, так сказать. Вот, к примеру, когда мы делали мининых, как они, слуг, мы продумывали, кто же они будут и что именно они будут делать. Вот, допустим, нам сейчас показали футманов, те, кто бегают с щитами и слугом, затем волшебников. Лучников. Ну и, да, лучников, кто стреляет с расстояния. Вот, и, естественно, у каждых слуг есть определенные такие мини-боссы, и... А теперь поговорим немного про защиту, что, говорит, если же один герой убегает от другого, и вас почти догнали, вы можете зайти внутрь своей базы, а противники не могут, ну, допустим, врата будут их останавливать. Теперь же перейдем к монстрам, которые будут осаждать и нападать на другую... на противник, в общем. Ну, допустим, один из героев, над которым мы долго работали, вот, и данные огры, вы их можете, как уже говорилось вчера, вы их можете захватить, и они могут встать на вашу сторону и тем самым влиять на исход событий. Прикольный этот гном был. Вот, и на карте, как обычно, есть много разных... Разные монстры, которых вы можете починить на свою сторону. Допустим, вот один из них. У него, допустим, есть огромный топор и очень много заклинаний. Вот, и, допустим, сейчас мы вам покажем пример, как три героя пытаются захватить трех других героев, но это не так уж просто, поэтому... Вот, вы захватили их, и теперь они на вашей стороне. А затем есть другие подчиненные, какого, естественно, вы можете подчинить, но они уже под классом боссы. Сейчас мы покажем пример, допустим, где он стоит и как его можно активировать и завоевать. Вот, цель данного ролика, что есть такие минины, которые вы должны прийти в несколько человек, и, допустим, двое охраняют, а другой захватывает. И только что вот продемонстрировал, как Артас превратился в этого героя. Теперь нам показывают карту. Теперь мы детально просмотрим некоторые части карт. Вот, допустим, пристынь. Вот. В каждой части определенной карты мы, естественно, прорабатывали, делали определенные задумки, чтобы они были интересными. Когда вы придете туда, чтобы было интересно рассмотреть ее, и было весело, чтобы во всем присутствовал не только агрессивность, но и юмор. Давайте сейчас я вам расскажу, как мы разрабатывали бухту, на что мы обращали больше внимания. Вот. И когда мы создавали бухту, допустим, к нам дизайнеры обратились с вопросом, как же мы это все дело можем захватить, и как это сделать так, чтобы это было весело и интересно. Но это создало новое проблемы. Как мы продемонстрировали корабль в центре карты? Вот. Вот. Одна из проблем была, говорит, как мы поставим наш корабль вовнутрь, точнее, как он туда будет заходить. Но на самом деле это был просто призрак. Призраки, как вы знаете, могут везде ходить и везде проходить. Поэтому цель данного корабля, поскольку он пират, опират, который больше всего любит золото, поэтому, выполняя мини-задания на карте, захватывая, к примеру, золото, вы накапиваете определенное количество золота, вы приходите в пиратскую... Вы приходите просто в бухту, идете к пирату, плачете ему, и он встает на вашу сторону. Кстати, вчера показывали, как вы можете зарабатывать золото. И когда вы купите, так сказать, наймете корабль, естественно, он спокойно может отсюда выехать, поскольку он привидение. Да. И у меня стрим стал прогружаться, у тебя что? Ну, у меня нормально, у меня он найдет, там сейчас как раз показывают эту карту. У меня загрузка. А, вот, сейчас все. Ну, у меня карта вот тихонько двигается. Ну, теперь нам давайте расскажем немного про пирата, которого вы можете нанять. Вот, мы, естественно, хотели соединить историю пирата с этой картой, чтобы игрокам было интересно приходить к нему и его нанимать. Вот, естественно, чтобы нанять вам нужно золото, как я уже и говорил. И как же им это золото надо фармить? Теперь же игрокам надо проходить в подземелье, и тогда вы, естественно, сможете его нанять. Так, опять у них какие-то проблемы? Допустим, пример, как Illidan сейчас собирает золото. Так же вы можете коллекционировать золото, убивая просто сундуки. Допустим, первый способ убивать монстров, второй способ — это сундуки, которые на полу валяются. Вот, поэтому, чем быстрее вы найдете сундук и убьете его, вы его получите. Ну, а третий вариант, как вы можете заработать золото. На карте будет валяться огромное количество золота, но вам надо его собрать, и ваша команда должна проследить, чтобы вы его могли довести до базы. Иначе, если убьют героя, вы просто-напросто его можете потерять. Вот, к примеру, допустим, как это всё можно будет захватить. Когда Аббатур нёс золото, Диабло его побил, и он умер, и всё, золото потерял, а Диабло просто взял и забрал всё это себе. Вот, и поэтому каждый раз, кто несёт золото, вам надо как можно быстрее донести его до базы, иначе у вас его будут периодически отбирать. Бум-бум-бум! После того, как вы заплатили пирату, и корабль приходит на вашу сторону, после этого вы видите, как он уничтожает здание противника, и ваши слуги, они просто прорываются вперёд. Тем самым, вы продвигаетесь всё ближе и ближе к базе противника. Вот, и всё золото, которое у него остаётся, вы, естественно, можете использовать в следующих сражениях. В смысле, нанять ещё раз корабль, когда он приедет в той же игре. О, также в игре есть инженеры, которые производят определённые пушки, допустим, вот как сейчас вы видите в демонстрации. Инженер просто сделал две пушки, и... И он убил... просто пушки убили и захватили этих монстров. Дальше мы посмотрим на босс-монстр на Блэк-Хартс Бэй. Да, это Грейв Голем, и он как-то очень большой князь. Вы нужны вашей команде, чтобы их победить. Итак, здесь у нас есть группа 5 игроков, и они борются с Грейв Големом. Нам по-прежнему показывают, как можно захватывать и подчинять монстров на свою сторону. Вот, это Голем, который очень сильный, и в одиночку вам его никак не победить. Поэтому вся команда должна объединиться и убить их. После того, как вы его убили, он возрождается и переходит на вашу сторону. И когда он уже на вашей стороне, другая команда должна полностью обидится, чтобы его убить, потому что в одиночку герои с ним просто не справятся. Вот, теперь нам покажут немного концепт артов, и дезертир перестанет молчать. Нет, не перестану. Болтай, чувак. Болтай, чувак. Болтай не мешал тебе переводить, поэтому... Да ладно, так как кто-то говорит. Вот, давайте посмотрим, какие здания будут защищать вас на карте. Так, есть помощники, которые вы можете находить на самих картах и брать их, и эти помощники, они будут появляться над зданиями. То есть они их будут больше оберегать и помогать им убивать прислужников, которые ослаждают ту или иную башню. Ну да, подошел, подвел под башню, помог убить. Ну... Нет, это, допустим, баф, чтобы... ну, надо найти сундук, в этом сундуке будет баф, и этот баф окажется на здание, мы точнее про это они говорим. Ну вот, и... Ну вот, и... Ну вот, и... Ну, вот, появилась эта шмотка, и... И они должны ее как бы завоевать, просто сбежать, и... Ну да, там что-то похожее было, только там не шмотка, а, скажем так, зона Так, стоп, что у нас там про Варкрафт сейчас? Нет, что, 60 минут Нет, по расписанию еще 10 минут, надо же, ты посмотри, что там Там, по-моему, про фильм уже рассказывает, чувак, а-а А, по-моему, да Про дреноров рассказывает Да, видишь, про дополнение про сюжет, так что не пугай меня Ладно, я все равно оставлю тогда маленькая кошечка Я думаю, ребятам будет интерес О, смотри, королева появилась нефига Он сейчас рассказывает, что мы сделали карту таким образом, чтобы у вас не было одной цели Просто бодаться против слуг и завоевывать башни Мы специально сделали эти маленькие лагеря, где вы можете подчинять под свой контроль разных монстров Эти монстры каждый раз будут тоже случайным образом появляться и генерироваться Так же, как и, допустим, тот же призрачный корабль Также на карте присутствуют разные тематические зоны, допустим, как подземелья или вот такие вот небольшие кварталы Где вы сможете найти либо золото, либо какие-то вещи, либо нанять определенных монстров Вот Ваши цели, естественно, как можно больше объединить усиленных монстров, чтобы они воевали на другой стороне Затем взять как можно больше монет, скорее всего, нанять других более сильных монстров за золото И с помощью всего этого пойти и навалять другой команде Допустим, вот смотрите, они подчинили под свой контроль шахту, допустим, шахту по добыче золота и вон Керрифт Керрифт ушла вниз и теперь она находится в подземелье И теперь они внизу наводят свои порядки, как только они наведут там порядок, эта шахта будет работать на них У вас есть, естественно, выбор, вы можете разделиться на три направления и зачищать Либо же вы можете идти все втроем и быстрее зачищать и подчинять ту или иную территорию, чтобы шахта принадлежала именно вам Вот, и в каждой подземелье есть небольшой мини-босс Так, это стоящая картинка или... Не, стоящая картинка, да Окей, стоящая картинка Керрифт ушла Вот, и также нам рассказали, что, если одна команда дерется и убивает этого мини-босса Могут прийти чуваки с другой команды и убить его и забрать просто киев То есть, как это называется, украсться... Ну, как говорится, кто успел, кто-то съел Ну, да, не, ну есть же такая-то... эстиллер или че там... Ага Ну, вор, типа Вор 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 помощники его же, его просто никто и ничто не может остановить. Он просто идет вперед, разрушает все, убивает на своем пути. Вот, и пока, допустим, команда вся полностью не объединится, чтобы убить этого голема, но он так и будет продолжать бежать и уничтожать все на своем пути. Ну да, неостановимый страшный чувак. Теперь же поговорим про разработку внешнего вида и самих построений. Рисунок из развода, а вот так вот мы рисовали в школе. Да, не, вот так вот мы рисовали эту игру. Вы не думаете, что у нас крутые дизайнеры работают. Вот, мы, говорит, вот эту картинку эксклюзивно показываем для Близзкона. Вот, как это все рисуется. Готовьтесь, секундочку на фильм переходите. Да, не хочу. Мне нравится, как они это все рисуют. Ну да, это, конечно, красиво, но... Нет, прикольно, прикольно. Нет, это все очень офигенно. Это я пацаны рисую. Видите, у меня мышка бегает. Ну да, сейчас раз. Я начинаю работать с маленькими деталями, чтобы было в лунах. Ты что, стрейти, скажи? Да, да. Ну как я тебе, конструктор Лего же тоже собрал в 10 минут. Это все будет в лунах. И сейчас просто демонстрируют, как... Это будет выглядеть на нашей карте. Это очень круто. Я просто аплодирую, что я сидела на... А, это... Нет, серьезно, офигенно. Но я почему-то не слышу твоих хлопков. Так, теперь нам покажут, как же они рисовали героев. Чувак, я не хочу на фильм переходить. Ну мы маленьком окошке, а там фильма пока еще нет, ребят. Ну да, 3 минуты еще, по идее, пока еще все на стульях растянутся. Там пока интервью идет. Да, там интервью. Крешота офигенная. Особенно... Кереганск. И сейчас нам рассказывают, как же дизайнеры смотрели на концепт-арт и вот эти рисунки, и как они представляли своих будущих героев, которых они будут растут, потому что, пустим, Рейнер, он Марин, и что же он должен, и как он должен выглядеть на поле боя. И что за заклинания у него должны быть. Так же, про Кереганск. И как же она будет свои крылья использовать, и как она будет все это убивать, резать и крушить. Вот, так же им, они столкнулись с такой небольшой проблемой по размерам, кто должен быть больше, кто должен быть меньше. Не знаешь, чем кажется, после того, как вот этот мод выпустит команда по Warcraft 3, которая хочет на движке второго сделать, они это сделают, потому что все старкрафтовские герои нарисованы. Да, да, да. Следующий был вопрос, кто круче между героев и ихней же вселенной. Допустим, Рейнер, либо Аббатур. Как они могут противостоять друг другу, что они будут противоставлять друг другу, и как они взаимодействуют вообще в игре. И наша цель, естественно, была, чтобы новый игрок, когда придет и увидит этих героев, чтобы он мог выбрать того, кого он хочет играть. Чтобы ему не было трудно определиться с этим, и тем более рассматривать таланты того или другого. Следующий вопрос, это роль того или иного персонажа, что он будет делать, будет ли он танковать, либо стрелять издалека. Может быть, он хочет лечить, или же просто контролировать какие-то моменты во время боя. Что там по фильму? Ну, он сейчас уже начинается. Мы с тобой в любом случае концепт можем посмотреть в записи. Не знаю, будем ли как потом это освещать или нет, но давай переходить на фильм, потому что у него все-таки интереснее. Хотя я тоже хочу посмотреть, но...